Всем привет, меня зовут Андрей, спасибо парни и девчата за поддержку. Продолжаем компанию за Новгород. Цель компании сделать торговый центр в Белом море самым богатым в мире. Для Литвы наступили тяжелые времена, а тут еще и мы лезем. Попробуем Литву отгородить от османов, а то аппетиты у них те еще. Сейчас похоже, что на Польшу собираются напасть. Османы просят нашей помощи в войне против Венгрии. У нас нет на это денег, нет рекрутов, нежелания, тем более нет. Но злить османов мы пока еще не можем, потому соглашаемся. Попробуем с Польшей повоевать, раз уж выпадает такой удачный момент. Польша отдалась почти без боя, однако лучше не жадничать и не отжимать больше шести провинций. Рискуем нарваться на коалицию. Как и ожидалось, османы легко справились с Венгрией, даже без нашей помощи. Однако все возрастающее могущество атаманов начинает немного напрягать. Османы разорвали с нами отношения, такой союз не мог долго продолжаться. Придется искать дружбы у Австрии. Идем войной на нагайцев, им независимость гарантируют узбеки. А еще можно попробовать с Чагатаем повоевать, пока узбеки все равно завязли в войне с нами. Хотя можно проще поступить, порвать узбекам союз с Чагатаем, тогда они точно не влезут и не будут нам мешать. Так, через Трансу мы можем пооткрывать чуть ли не все карты, выпросив у них показать нам. Влезть в войну с Чагатаем это была большая глупость, тем более, что мы вообще ни одной их провинции национализировать не можем. Ну да ладно, спишем это на разведку боем. Хотелось бы добрать нагайцев полностью и забыть об этой проблеме навсегда уже, но нет. Так уже может коалиция собраться. Наверное, зря две провинции у узбеков отжали. Пришло время войны с Литвой и Польшей. Берем Варшаву и еще одну польскую крепость и выводим их из войны, порвав союз с Литвой. С самой же Литвы можно потребовать по максимуму 8 провинций, кучу денег и репарации. Пруссия, наш бывший союзник, толку от них было немного. Думаю, будет больше, если они отдадут нам 4 свои провинции и сразу шот их армии. Чтобы добрать эти жалкие 4 провинции, запарился со всеми улучшать отношения и раздавать подарки. Но вроде бы как коалиции не должно собраться. С поляками перемирие быстро закончилось, поскольку толком мы у них ничего не отжали. С Польшей такое себе удовольствие воевать. Две провинции, уже коалиция может собраться. Три точно уже собирается, а от одной толку нет. Репарации возьмем и деньги. Пойдем-ка мы лучше на восток. Оно и пользы больше будет, да и безопаснее. Где произошла главная битва? В Караганде. Славная могла бы получиться, но мы ее проиграли. Мы отрезаем узбекам все пути и они остаются зажатыми в Сибири. Теперь ничто не помешает нашему продвижению на восток. Еще разок повоевать с Литвой, да еще и при поддержке Австрии, было совсем не сложно, но сейчас лучше не жадничать. Идем дальше на восток. На нашем пути стоит Чагатай. Транцу нашего союзника чуть позже призовем, чтоб не законтролили нужные нам провинции. Вот не захотел я сразу призвать Транцу войну. Ну, в итоге это сделали Дели и налетели на бедного Чагатай. У Мина куча долгов и он не вписывается за своего данника Айратов, но для нас это даже лучше. Очень далеко пришлось топать, чтобы вывести единственного союзника Айратов из войны. Хотелось бы побольше забрать, чтоб сразу до Мина дотянуться, но это явно будет считаться жадностью. И пока у нас появилась свободная денежка, повысим прибрежный торговый центр в Белом море до третьего уровня. Толку пока от этого немного, но мы все возможные варианты будем использовать. Итак, какую пользу мы от этого получили? Мы повысили ТЦ в Белом море до третьего уровня. Но, честно говоря, как был у нас оборот меньше трех монет, так и остался. Можно сказать, единственный приемчик повышения уровня не особо нам что-то дало. Но, с другой стороны, у нас в Новгороде второго уровня и в Перми наш вассальчик, которого мы со временем, я надеюсь, присоединим. Так вот, здесь тоже можно и в Новгороде, и в Перми повысить до третьего уровня, и у нас будет как минимум распространение институтов плюс 30%. А для Россиюшки это особенно актуально. Все, кто когда-либо играл за Россию, все знают, что Россиюшка наша немножко отстает по технологиям. Но в данном случае у нас более-менее 14 по военке, все нормально, здесь отставания нет. Вот по дипке мы чуть-чуть отстаем, и по административным технологиям отстаем. Но, учитывая, как быстро мы расширяемся, условно быстро, конечно, у вас, я уверен, получалось еще лучше. То есть, по технологиям нужно, нужно что-то делать, что-то придумывать. По идеям я брал наступательный, возможно, зря. Взял еще торговые идеи. Можем еще одного купца взять на две ячейки. Я исследовал, вернее, на одну исследовал, на вторую можем. Без гуманистических я уже не могу. У нас все бомбит, все подгорает, мы воюем на востоке, в то время как на западе у нас куча восстанет. То есть, без гуманистических я не могу. Только терпимость взял на одну ячейку, религиозное единство. И то, плюс 25% у нас в итоге дает 86%. И нужно перекрещивать очень много. Конечно, было бы в идеале взять Мекку, священные города, да. Может быть, даже Рим и Иерусалим. Но это нам пока недоступно. Из идей еще бы я лучше бы взял бы, наверное, вместо торговых дипломатические. Но, исходя из цели компании, все же нужно взять торговые. Все-таки у нас цель компании сделать торговый центр самым богатым в Белом море. Как это сделать, фиг его знает. Будем пробовать. Я надеюсь, что вы мне что-то подскажете, напишите. Конечно же, вы уже кучу чего подсказали. Будем пробовать. Будем стремиться. Всем спасибо за внимание. Если видео понравилось, ставьте лайк. Всем спасибо. Всем пока.